Приветствую всех, кто заглянул на мой канал. Спасибо тем, кто подписывается, оставляет свои комментарии, ставит лайки. Началось в колхозе утро. Олеся, Олеся, Олеся. Как севка кричит в поднебесе. 27 минут звучала эта хвалебная песнь дьяволовой. Слов было сказано много, слушать нечего. Но все равно давайте послушаем, как космические корабли бороздят большой театр. Санвел начал издалека. Ой, расскажи, Снегурочка, где была. Расскажи, Камилая, как дела? Как ты себя чувствуешь, мама? Как зрение? Лучше стало после операции или хуже? Или осталось по-прежнему? Санвел ей дает подсказки сейчас. Видишь, какие-то очертания? А раньше ты их не видела, только боковым зрением. Бла-бла-бла. Да видели мы, как она разглядывала кольцо у него на руке. Как люди с нормальным зрением глядела на него прямо, потом начала дуру гнать, опять же таки, с подачи Санвела, что видит только боковым. Повернулась в бок, а у самой глаза так и поворачивается, и голова, соответственно, тоже. Закончилось тем, что она так и повернула лицо и рассматривала, как все нормальные люди, какое у него на руке кольцо. Потому что боковым смотреть ей было неудобно, и это было очень заметно. Я смотрела трансляцию Санвела в Тик-Ток, когда он вечером зашел навестить маму, снял ей повязку с глаза. Она начала жаловаться, что ей неудобно этим глазом смотреть, будто там что-то давит. Потом сказала, наладится зрение или нет? Я раньше хоть что-то видела, а теперь... А вот теперь об этом надо было думать раньше, а не в игры играть со зрением. Сейчас такое время, что раз больной пришел и жалуется, что у него какая-то проблема, врачи без труда подтвердят и начнут лечение. Операции не исключение. Раньше она хоть что-то видела, но ведь она целый месяц выдала мозг чайной ложечкой, доказывая, что совсем ничего не видит. И Санвел как-то очень быстро в это поверил, будто не замечая, как свободно она передвигается по квартире, как она видит, сколько он льет масла ей в салат, видит, что перед ней стоит бутылка с водой, банка со сметаной, видит маленький зубчик чеснока на столе. Ну и вишенкой на торте было, когда она увидела летающего комара. Но Севка все равно сорвался и повез ее на операцию. Неизвестно, кому эта операция была нужнее, ему или ей. То его невозможно раскачать, чтобы он отвез ее в больницу, а тут попер прямо в Киев. Дело ясное, что дело темное. Но странное это все, более чем странное. Никакого секрета нет, сказал Санвел. Операцию проводил врач такой-то, он назвал имя, фамилию. Сказал, в какой конкретно клинике проводили эту операцию. Врач молодец, сказал Санвел. Все. Это все, что касалось клиники, врача. Тишина дальше была в этом отношении. Как переключился на Олесю и понеслась. Кыцунька, спасибо тебе. Бегала по монастырям, по церквям, молилась темным силам. Больше некому дьяволовой молиться. Просила она Санвела держать все в тайне, пока не пройдет операция. А то зрители такие негативные, что она начинает заболевать. Когда баба Таня лежала в больнице, все знали, что она находится там. Она даже после этого заболела. Отчитывала, отчитывала бабу Таню от этого сглаза зрителей. Я так и не поняла прикола. Никакой тайны Санвел из-за этого не сделал. Собрались и поехали. Санвел оповестил об этом и в YouTube, и в TikTok. Если бы он снимал ролики только для YouTube, он мог бы спрятаться. Ведь ему ничего не стоило наснимать целую кучу роликов. Потом выкладывать их, будто они продолжают сидеть в Днепре. А в это время приспокойно могли находиться в Киеве на операции. Еще бог знает где. Но ведь он еще увлекся и TikTok, а там только прямые трансляции. Поэтому в день по 20 раз он выходил в эти трансляции, и зрители прекрасно понимали, где он находится. Так что о какой тайне может идти речь, если все было всем ясно и понятно. Олеся его просила написать, когда начнется операция, когда закончится. Так эту же самую информацию знали и зрители из TikTok. Ему же скучно было сидеть просто так и ждать, когда у мамы закончится операция. Он вышел в трансляцию, там сообщил, маму увезли на операцию. Потом его позвали, ну и стало понятно, что операция закончилась. Я понимаю, почему Олеся не хочет оповещать, что она как-то работает над бабой Таней. Мы все прекрасно видим, что никакой работы нет. Вернее, если только это не подразумевалось, именно таким образом баба Таня становится все хуже и хуже. И, конечно же, Олеся читает комментарии и видит, что целиком и полностью они направлены на нее. Она вроде бы с нею работает-работает, а посмотрите, бабе Тане все хуже и хуже. Вот вроде бы ей сейчас полегчало, а потом опять какая-нибудь зараза прицепится. И снова будет все фигово. И снова Самвел побежит к Олесе. Поэтому она и нычится. Ты только не говори, что я над нею работаю. Да, не порть мне малину, а то схлынет поток дурочек и дурочков. Боялась Олеся негатива, исходящего от зрителей. А он как раз таки и был, когда люди в чате стали писать. Еще не сдохла. Это все было в ТикТок. Севка потом сказал, это вон писали именно в Ютуб. Ну, хотя не знаю, может быть и в Ютуб писали такие комментарии. Но я помню, он зачитывал, когда вот маме делали операцию. Прилетали такие от зрителей. Я тоже, честно говоря, не понимаю таких людей. Как можно вот так писать? Еще не сдохла, сдохла. Ну, что это такое? Взрослые люди. Не понимаю, честное слово. Ну, Севка все спихнул на то, что это Ютубовские писали. У него так. ТикТок все равно, зрители там хорошие. Если кто-то что-то пишет плохое, значит, это пишут зрители из Ютуб. Хотя он прекрасно понимает, что есть конкретные зрители, которые только в ТикТок его смотрят. И ненавидят всеми фибрами души. Ну, и какую тайну он сохранил при этом. Но зато Ире ничего не рассказывал. И даже когда Тамара приезжала, тоже осталось в полнейшем неведении. Самвел не сказал ей ни клинику, ни имя врача. Зато всему свету об этом рассказал. Кабучам, чернооротым. Среди которых он первое возглавляет эту колонну. Неужели принципиально было не оповещать имя врача? Неужели среди зрителей Самвела есть более могущественный, чем Олеся? И могли наколдовать, и что тогда случилось бы? У врача дрогнула рука? С этим колдостом уже совсем с ума сошли. 21 век на дворе. Все какие-то бабки, шептуньи, заговоры, привороты, отвороты. Ну, идиотизм полнейший. Подруга не звонила? Так язвительно спросил Самвел у мамы. Ну, конечно же, про Зину она сразу и не поняла, о ком идет речь. Хотя он так прям откровенно намекнул. Потом ему пришлось сказать прямо. Да я про Зину говорю. Звонила или не звонила? Да вы там все одним миром мазаны. Ну, нету среди вас тех, кто лучше, тех, кто хуже. Вы все одинаковые. Ну, не будет общаться с вами человек, если он на вас не похож. А там прям, ну, все прилипли к этим адамянам. Оторвать ведь невозможно. Ну, клещами. Прям, ну, такая сумасшедшая конкуренция была. Это ж обалдеть можно. Прям, ну, одна поперек другой лезли, лишь бы только притиснуться к бабе Тане как можно ближе. Никто из вас и вашего окружения не способен на человеческие поступки. Ну, конфликт явно не шуточный. Если Самвел так зло говорит, значит, произошло что-то серьезное. Может быть, даже Зина больше в этой компании не появится. То, что она лежала в больнице, обманула. И Самвел прямо об этом написал в комментариях. Знает Самвел, что она читает все комменты и при этом никак не отреагировала, когда на него нападали зрители из-за нее. И это тоже добавило негатива. Вот он так и стал относиться. Хм, с такой, знаете, подружка. Ну-ну. Нет, говорит баба Таня. Не звонила. Прошла любовь, завяли помидоры. Была такая дружба, такая дружба. И вот так все закончилось. А могла бы позвонить, подала голос Надя. Могла бы, но не позвонила. Ну, зато баба Таня теперь смело может говорить о том, что она, будучи практически слепой, она не могла сама взять телефон в руки, набрать номер Зины, потому что она не бачила ни одной цифры. И она все-таки через Надю узнавала, куда пропала Зина. И Надя показывала всему миру сообщения, которые писала Зине, и на которые Таня отвечала. Детский сад, ясельная группа. Ну, вот Зина тоже с приветом. Ну, не умеют люди вести себя по-взрослому. Могла бы ответить, что она не хочет больше поддерживать с ними общение. Перечислила бы по пунктам. Почему? Вот так, вот так, вот так. Вы мне сказали, я обиделась, я больше не хочу. Вот прямо сказать Зина не умеет, зато шептать за спиной Зина вот этому научилась. Это она делает виртуозно. А все потому, что люди на протяжении всей жизни не научились это делать. Если что-то не нравится или не устраивает, все. Подошла, сказала об этом и до свидания. Тебе налево, мне направо. Все. Вот терпеть не могу, когда люди начинают играть в игры. Как малые дети. Трубку не берут, звонок сбрасывают. На сообщения не отвечают. Идиотизм. Разговор о Зине закончился очень быстро. Баба Таня опять переключилась на себя, любимую. Эх, если бы да кабы. Видеть бы ей хорошо так, чтобы не натыкаться на стены. Можно подумать, она когда-то на них натыкалась. Ну сколько Самвел приходил и снимал видео, я такого не видела ни разу. Бегала она вполне бодро и явно видела, куда идет. Но пока Надя со мной, продолжает Баба Таня, звонить можно через нее, а потом только через Самвелла. Надя такая сразу вскинулась. А куда я денусь? Похоже, Надя совсем не допускает мысли о том, что ей придется вернуться в свое село. И Атамьяны будут продолжать жить дальше без нее. Ну не будешь же ты сидеть возле меня все время, говорит Баба Таня. Вот зрение чуть-чуть наладится, я буду сама себе делать укол инсулина. Когда она их делала? Вспоминает, что было при царе Горохе. Я жила в Мелитополе, делала. Я думаю, что и там она не делала. У нее была подружка с этой же самой проблемой, которая жила рядом, и которая прям с нею была, как нитка с иголкой. Я не исключаю того момента, что эта Света тоже приходила и делала Баба Таня эти уколы. Она сама их все-таки не делала. А когда она уже стала жить с Самвеллом, тогда тем более она их не делала. Ну Севка тут же выписал маманьке тормоза. Не сможешь ты их делать. Ты не увидишь, иголочка тонкая, там вот это все меленькое. У тебя ничего с этим не получится. К тому же ты должна еще для себя готовить, убирать в квартире, ходить в магазин, делать многое другое. Ты сможешь это сделать? Ну если сможешь, то тогда будешь жить одна. А если нет? И сразу ей заявил. Жить одна без Нади ты уже не будешь. Еще неизвестно, насколько у тебя восстановится зрение. Ну вот Самвел убежден, что мама теперь будет постоянно жить только с Надей. Вот какой ты человек, мама. Операцию сделали, и Надя уже не нужна. Можно ее пинком под зад гнать. Типа пошла вон. Надя же не будет опять баба Таня со мной находиться вечно. А че не будет? Надя мечтала об этих днях с того самого момента, как начала бомбить Самвелла, чтобы он приехал к ней на день рождения. Все эти годы она ездила с расчетом на то, что однажды им понадобится ее помощь, и они ее позовут. Жить в их семье. И теперь, когда это произошло, баба Таня говорит о том, что Надя не сможет находиться с ней постоянно. Какая разница, Надя где находиться? Дома ее, кроме кота, никто не ждет. Да и тот, похоже, уже не ждет. Когда Надя пришла, он испугался и спрятался под столом. Если получится так, что она действительно будет жить здесь на постоянку, тогда она заберет котика сюда и Самвелл снимет ей отдельную квартиру. Это же то, о чем Надя мечтала. Жить в городе рядом с этой семьей. Помогать им, чтобы они в ней нуждались. И вот он. Вот он, ее звездный час настал. И тут баба Таня ломает всю малину. Надя уже сидит ни жива, ни мертва. Да что же это за разговор-то такой странный вообще пошел? Самвелл пришел после встречи с Алиной и притащил Наде трубочку орешек. Вот сам подкармливает. Потом будет стебать, что она набрала лишний вес. Но знает слабость человека. Зачем искушать? А Надя ей рада стараться. Ну лопает все подряд. Ну сколько проблем ей принесла эта несдержанность. И она все равно продолжает делать то же самое. Но ведь она не может не понимать, что если она вернется к прежнему образу жизни, сброшенные килограммы тоже вернутся. Как не жалко своих трудов. Как не жалко своего тела и здоровья. Я таких людей не понимаю. Не понимаю вот такой необузданности в питании. Пусть буду выглядеть отвратительно, но жрать не перестану. Вот если бы она с самой молодости держала себя в руках, сейчас она выглядела бы совсем по-другому. Не пришлось бы делать вот эту абдоминопластику, и кожа бы у нее так не отвисла. Ест сладкое, ест мучное, и все это в больших количествах. А потом говорит, гормоны виноваты. Ну вот она перестала есть и начала худеть. А если не остановится, вернется к прежним габаритам. Озирается Самвел вокруг и говорит, как у нас много всякой разной еды, а нам уезжать, куда мы будем это все девать. Нашел о чем переживать. Три любителя пожрать. Пообедают, поужинают, позавтракают, остатки заберут с собой в дорогу. И пока доедут до Днепра, останутся от козлика, рожки до ножки. Я нисколько не сомневаюсь, что всю эту еду они уничтожат. Потом Самвел собрался уходить. Надя попросила его выключить камеру. Она хочет что-то сказать. Так она мучилась из-за того, что велела Алине закрыть рот. У Самвела была трансляция в ТикТок, когда Коля прислал ему фотографию с балкона, где в ведре обнаружил летучих мышей. Ну и Алина ляпнула, что этих мышей туда отложила Надя. Кажется, это был комментарий у нее в чате, который она зачитала. Ну и когда Самвел пришел к Наде, чтобы она сфотографировала укусы у него на спине, ну и едва Алина в очередной раз открыла рот, Надя велела ей его закрыть. А почему Самвел должен выключать камеру? Если Надя считает, что зря обидела Алину и сожалеет о том, что грубо ей ответила, значит, она должна также прилюдно попросить извинения, как и нагрубила. Она же сделала это в прямой трансляции. Кстати, зрители ее тогда поддержали. Практически все комментарии были в поддержку Нади, что она правильно поступила, Алина не имела права так мерзко шутить. Некоторые даже пошли к Алине на канал и стали писать то же самое у нее в чате. Алина сказала, что она выросла на юморе Самвела, поэтому не видит в этой шутке ничего плохого. Я замечала, что вот такие шутники любят шутить только в адрес других людей. Но если кто-то посмеет пошутить насчет них, они тут же обижаются и возмущаются. Шутка была тупой. Но чего можно было ожидать от Алины, которая с подросткового возраста смотрела все ролики Самвела и впитывала его юмор как губка. А теперь, что выросло, то выросло. Кстати, у Нади была возможность извиниться перед Алиной лично. Она ведь приходила в номер к бабе Тане. Но может быть, она это и сделала. Я не знаю, теперь вот Нади нужно было всенепременно сказать о том, что она раскаивается и Самвелу. Я не знаю, с какой целью вообще она затеяла этот разговор. Но она его затеяла. Вот таким вот был мой обзор. На этом я буду его заканчивать. Всем спасибо за просмотр. Надолго не прощаюсь с вами. Всем пока.